В честь Дня города Видное и Ленинского района ежегодно проводится турнир по мотоболу. В этом году в честь юбилейной даты были проведены международные игры, так как кроме команд из России была приглашена и сборная Беларуси. Именно белорусские спортсмены и вышли на финальную встречу с командой «Металлург». Подробности далее. Традиционный турнир в честь празднования Дня города и района проводится вот уже 12 лет. В этом году в нем приняли участие 4 команды. Видновский «Металлург», Тихорецкий «Локомотив», Ковровец из Владимирской области и сборная Беларуси. Видновчане без поражения прошли все команды и в финале встретились с белорусскими спортсменами. Они принципиальные соперники у нас всегда. Сначала выехали на игру, за 5 минут забили 3 гола и чуть расслабились, думали, пойдет все как обычно. Они показали свои зубы и пришлось чуть-чуть попотеть. Я сейчас думаю, в перерыве пообщаемся с тренером, нам подскажут наши ошибки и как нам дальше действовать. Тренеры подсказали, а мотоболисты с поставленными задачами справились. В итоге счет финала 6-0. Победу помогали добывать и юные спортсмены. В начале сезона команде видновских мастеров присоединился мотоболист из Краснодарского края Роман Дицина. Для него каждая победа клуба – это большой праздник. Мне там такого никогда не занимали. Редко когда третья занимали. Тут всегда первая. Даже непривычно первые места занимать. В этом году «Металлург» выиграл Кубок России и уже заочно является победителем чемпионата страны. И только один факт обращает итоги нынешнего спортивного сезона. Одно большое поражение – это отсутствие чемпионата Европы в моем родном городе Тихорецке. Это очень большой бенус. До нашего сезона мы очень сильно готовились к чемпионату Европы. С этого года провели сборы, но в связи с ситуацией на Украине команда отказалась, сборная отказалась играть. Мы готовились, серьезно надеялись, что будет чемпионат Европы. Мы придумали новые комбинации, много нового чего. Были готовы на 100% оправдать прошлогодний проигрыш. Чемпионат Европы так и не провели. Поэтому звание чемпионов уже второй год подряд будет не у россиян. В следующем году главный мотобольный турнир будет во Франции. Поэтому уровень подготовки надо оставлять на таком же высшем уровне. Хотя за многолетнее существование «Металлурга» спортсмены всегда проявляли себя настоящими бойцами. Вы посмотрите, я говорю, там написано команде 42 года. И эти 42 года ни на один день не прекращался тренировочный процесс. Такой команды нет. По мотоболу нет, по крайней мере, 42 года. Она существовала, она регулярно тренировалась, постоянно тренировалась и постоянно свои результаты улучшали. Последняя домашняя игра сезона состоится на стадионе «Металлург» 24 сентября. А сегодняшнюю победу в международном турнире видновские мотоболисты посвятили родному городу и району. Я хочу поздравить наших жителей видновчан с этим большим праздником. Хочу пожелать всем всем здоровья, удачи, чтобы приходили больше к нам на стадион. Сегодня смотрю, сегодня есть поддержка наша. Спасибо нашим болельщикам, кто пришел. Всем удачи, всем здоровья. Елена Бабина, Евгений Петров, Наталья Буслаева, Видное ТВ. Это здесь на календарной.